Не секрет, что современные дети, которые зачастую как рыба в воде ориентируются в море разнообразной информации, в то же время чувствуют себя обделенными вниманием со стороны своих близких. А ведь именно внимание и понимание как раз и могут предотвратить опасность, таящуюся в нашей жизни. На районное родительское собрание, посвященное теме «Когда тебя понимают?», роль семьи и школы в формировании жизнестойкости ребенка, были приглашены педагоги и родители, представители всех заинтересованных служб со всего района. Тема собрания непростая и вместе с тем актуальная. Это мероприятие, которое проводится в Славянском районе ежегодно, очень важное, очень нужное. И я думаю, что всем родителям полезно послушать людей, которые о чем-то рассказывают. Конечно, о проблемах семьи рассказывается здесь. Смотрят на примеры, например, родители, как родители это делают, как поступают в этой ситуации, как в этой. Много исходит правильно из семьи. Все это от воспитания зависит, как дети воспитаны. Только все вместе мы можем создать личность, которая в будущем поможет построить наше общество. Хорошее воспитание, постоянное внимание к ребенку позволят уберечь его от пагубных соблазнов и дурных влияний ложных друзей, которые иногда приводят к ситуации, когда он сводит счеты с жизнью. На каждом собрании мы говорим о взаимодействии семьи и школы в любых вопросах негативного поведения подростков. Почему же это так важно, уважаемые родители? Все просто. Мы с вами можем повлиять на ситуацию, когда ребенок находится в постоянном поле зрения. О чем мы говорим? Чем больше пар глаз за ним наблюдает, тем легче своевременно увидеть необратимые последствия, происходящие в его сознании и поведении. В своем докладе Виталий Титаренко рассказал, что необходим комплексный подход для выявления детских проблем. И нужно увлечь детей учебой, интересным делом, учитывая их желания и возможности. Увлеченный ребенок никогда не станет думать о чем-то неприятном и тяжелом. Счастливый ребенок – это тот, который окружен пониманием, любовью, заботой и доверием. Это занятый на 100% ребенок, любящий свое увлечение. Это ребенок, который не испытывает физического и эмоционального насилия, угроз, страха. Это ребенок, которого понимают. Руководитель Славянского межрайонного следственного отдела Евгений Руднев подчеркнул в своем выступлении, как высока ответственность взрослых за поведение детей. Он предупредил родителей – больше внимания детям, будьте на чеку. Правоохранители готовы жестко реагировать на все преступления против детей. Педагог-психолог Славянского электротехнологического техникума, основываясь на собственной практике, поделилась своими мыслями на тему родительского собрания. Детям очень хочется каждый вечер посидеть с родителями, поговорить о чем-либо. Им не хватает общения с родителями. Поэтому очень хочется, чтобы родители не только зарабатывали деньги на достойную жизнь своего ребенка, но и уделяли время, понимали его, любили и принимали таким, какой он есть. Не навязывали какие-то ярлыки, стандарты, нереализованные свои желания, а видели личность в ребенке. Через все выступления красной нитью прошла мысль о том, что если в семье живет настоящая любовь и дети воспитываются на хороших примерах поведения их родителей, уберечь таких детей от негативного влияния и поведения гораздо легче. Своевременные профилактические меры, постоянная совместная работа родителей, сотрудников образования, правоохранителей способны предотвратить серьезные проблемы. Мы много вопросов проговорим по социальной сфере, по образованию, по здравоохранению. Но я считаю, что сегодняшний вопрос, он, как вам сказать, очень такой тонкий, очень важный, очень сложный. Здесь есть, наверное, наша совместная работа, она обязана быть учитель, воспитатель, спортинструктор, но прежде всего родители, соседи, друзья, чтобы ни в коем случае не прозвать этот маленький момент. В проекте-резолюции, принятом на собрании за основу, предусмотрены меры, призванные формировать жизнестойкость учащихся, укрепить семейные ценности и создать безопасную психологическую среду для несовершеннолетних. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».